письмо ко мне как вы относитесь к тому чтобы отступив от стола метр-полтора делать 2-3 ямки в разных сторонах от яблони на глубину 50 см заполнять щебнем чтобы через них поливать или это тоже лазейка для мороза да это лазейка для мороза а дальше продолжается письмо а если такие ямки все лета заплатить кухнями сходами 80 по земле вот тут мы с вами мысль одинаково но не надо забывать о том что о том что все-таки это ран и поэтому лучше иметь одну яму учитывая что из города привожу бытовые отходы потому что это все ценнейшая вещь о чем никто почему-то не хочет думать и не хочет как бы сказать не хочет эту тему развивать чтобы снизить нагрузку на природу и кухонные отходы это ценнейшая вещь кухонные отходы плюсы микробы все вот вам и удобрения а вы чё бегаем эти самые по магазинам удобрения из дальше запомнить ему фосфорные азотные калийные органика сама собой а сама собой минеральные все еще что-то потом добавим чего только туда не сыплет и лови твою муку хорошо память плохая то я причем опять пальцы взорвнул вам повезло так теперь читаю дальше итак я за и не только за это пропагандирую у нас с вами мысли сходятся может быть это можно делать если посажу маленькие саженцы мы какая умница и к тому времени когда корни дойдут этой ямке она зарастет травы можно меня на всякий случай нашел свою фотографию и отначале вот это это почти то же самое помните там про щебенку что туда может быть поливать через щебенку придумали еще лучше поэта ради фильма чтобы сделать фильм чтобы заработать в какие-то деньги вот и задарить вам голову придумано вот это что вот закопали трубу и теперь будем через неё поливать а я таких случаях то есть это и к вам относится то есть я немножечко покритикую вот это вот заполнить щебнем чтобы поливать вот это не щебень но принцип тот же а я вам еще раз покажу это моя любимая фотография так и цены нет она так сказать учебно вот посмотрел и даже не надо еще описать наоборот надо не учить студентов а попсунуть его на экзамене ну-ка я расскажу что это скажет а рация скажет вентиляция скажет канализация вот три слова раз вентиляция канализация все пятерка пошел это диплом получать агроном вот так должно быть а на деле все не так вот здесь через вашу щебенку я на ваш вопрос отвечаю будет заполняться водой но только это называется локальное место остальное остальное место постоянно вот никто не знает а я почему заведите я пишу рыбаки подтвердите я сколько особенно помню вот кран а он часто течет выключить забыл то есть там чуть ли не болото но почему-то и казалось бы там нечего делать этим червям помните дождевые черви проливняют дожди они на асфальте в панике убегает иначе умрут а тут другая крайность сухо не хватает влаги мне же ничего не выдумывая не читал никаких учебник нужно я поехал на рыбалку я капнул несколько раз это самая землю сырую там под краном который весь этот протекает капает то это самое буду набираем вовремя не закрыл вот место локально сырое несколько раз капнул лопатой меня полный банка червей а в сторонке капнул 1 7 капнул ни одного то есть я понял одно существует конкретно для червей а это самый главный наш помощник под землей на земле главный помощник лови вот а под землей вот этот самый червяк вот они мы все время забываем что половина дерева растет там под землей внутри почвы половина и что получается значит нетронутая крона и принципе уже эта тема освещена кто там нюансы понятно я думать и зря что ли вот это вот показал вот это вот вот они нюансы он тебе рассказывал сколько что это что она дышит дышит все вот это это губка вся вот эта почва это губка и мы там бы не нужны были бы нам приходится ведь одна спичка и сада нет поэтому ну что делать ищем компромисс но хороший компромисс вот вот это величайшая глупость и как вас там уже лишний раз боюсь говорить вот что это зате телеканал вот величайшая глупость почему подавая много не подойдите нет вы будете часами стоять с лейкой она наполнится труба и будет стоять вода в ней это так глупость чтобы деньги заработать полчаса съемки и все пошли вот сценарист пошел деньги получать вот за эту херню ой извиняюсь я же обещал грубое слово не употреблять простите сценарист ведущий этот самый начальник этой службы значит два-три этих самых актера которые якобы садоводы но мягко говоря они не садоводы раз вот это передумали не придумали а играет роли спорта два кандидата наук а в этом не разбирается совершенно поняли да и так на ваш вопрос значит это не вы придумали выкопать яму полметра глубиной чемпионка насыпать и поливать туда а почему не просто поливать дождь поливает крона пропускает сколько надо остальное пошло на перевес вот и все вот нету этого самого дождей очень долго ну что же приходится поливать как умеете перебарщивать тоже нельзя вот примерно так рыбаки подтвердили а вот это вот это самое локальное это то что ежегодная моя яма ежегодно то есть не меньше они сразу догадался но и больше 30 уже а вы скажете а чё же тут кого накормит а вот здесь я стою друзья надо мной мощная крона манджурского абрикоса того самого патриарха вот и вот это место уже в тени только здесь тени не видов нет не то время не то освещенность вот то есть это под кроной а значит раз под крону значит корни тут вот это есть кормежка того самого так ну вот поэтому я вам ответил на часть вопроса что ответ выше значит правильно сообразили но лучше одна яма метр на метр на метр еще из города привозите если вам не это не затруднительно все бытовые отходы сюда а то по деревням стали ездить огромные машины импортные мусорные больше деньги девать некуда было и при этом увозится вся органика из деревни ну что это такое ответ выше а